Верховный совет СССР А еще в это же время вся страна, и Нижний Тагил тоже, усиленными темпами ремонтировала жилье, потому что зима, как всегда, приходила неожиданно в нашей стране. В 1945 году она неожиданно пришла также, и поэтому здесь жалуются жители некоторых общежитий на то, что у них стекла выбиты, электричества нет, кругом дует ветер, а вот уже холодно. В общем, обычные заботы мирного времени, но судили в 1945 еще по законам времени военного. В мае 1945 года Чернявская Нина Владимировна приехала в город Нижний Тагил и поступила на завод имени Куйбышева. Ее устроили в общежитии, обеспечили спецодеждой, создали все условия для самоотверженного труда, пишет газета. Но Чернявская не хотела честно работать. 7 октября она дезертировала, и военный трибунал войск НКВД Свердловской области приковарил ее к 8 годам тюремного заключения. А 50 лет назад в мире очень много было всякого разного кино. Конечно, именно в это время взошла как раз звезда молодой актрисы Брижит Бардо, но снимали фильмы и смотрели фильмы тогда не только с ее участием. Например, в Ханое вышел на экраны новый документальный фильм «Остановите убийц». Он рассказывает о налетах американской авиации на санатории и больнице Вьетнама. А в это время в Болгарии, в Софии закончился международный фестиваль научно-технического фильма. В нем участвовали самые разные страны, но самые высокие оценки получили фильмы «Обработка без стружки» из ГДР и фильм «Раздельная агрегатная гидравлическая система» из Советского Союза. Ну а в это время в Нижнем Тагиле смотрели такие фильмы, как «Товарищ Арсений», «Черный бархат», «Любимая» и «Молодая гвардия. Сеансы для детей». Всего 30 лет назад многие привычные нам слова имели несколько другое значение, нежели сейчас. Вот, например, материал «Богатые счета горняков» в тагильском рабочем. Здесь рассказывают, что богатый лицевой счет экономии у многих шахтерских коллективов горного управления металлургического комбината. Вот, например, только на шахте Евстюнинской обнедрено 299 предложений с экономическим эффектом более 83 тысяч рублей. Или вот еще здесь пишут о том, что в районе Тагила недавно совершилась стыковка, но не космическая, а стыковка двух частей автополотна, потому что наконец-то соединились эти самые две части, Северная и Южная, автомагистрали Свердловск-Серов. Еще рассказывают тут о том, что в городе накануне прошла аж трехдневная научно-практическая конференция. Ну, заседали на этой конференции не те, кого волновали, скажем, вопросы металлургии или педагогики, а те, кого волновал вопрос только один – как повысить эффективность борьбы с пьянством и алкоголизмом в свете постановления ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Субтитры создавал DimaTorzok